Проводы зимы вчера состоялись и в Иловайске. Центром массовых гуляний там по традиции стала привокзальная площадь, где все желающие могли бесплатно полакомиться блинами и выпить горячего чая. В качестве зрелищ для местных жителей организаторы подготовили большой праздничный концерт с конкурсами и призами. Последний, седьмой день Масленицы в Иловайске прошел, как и положено, шумно и весело. Еще до начала основных гуляний к местным жителям обратился настоятель Свято-Вознесенского храма Отец Мартирий с рассказом о сути христианского праздника Прощенного Воскресения и о Великом Посте, который у православных начался с сегодняшнего дня. Глава администрации Иловайска Руслан Дудников поздравил собравшихся с наступлением весны. Этот прекрасный солнечный день я хочу пожелать, чтобы каждый дом Иловайска был наполнен теплом, уютом, радостью и благополучием. Пусть у нас все получается. Детки нас радуют. Взрослым побольше волшебства и теплоты. С праздником вас, с первым днем весны. Здоровья вам, удачи и благополучия. Всех желающих местная администрация бесплатно угощала съедобным символом масленицы блинами, а также бубликами, конфетами и горячим чаем. В первый день весны в городе железнодорожников стартовал и сезон шашлыков. Но, как говорится, не хлебом единым. Праздничное настроение иловайчанам создавали самодеятельные артисты, призванные на главную площадь города, из образовательных учреждений, из школы искусств и библиотеки. Выступил на импровизированной сцене и хор ветеранов войны и труда «Калина». Чтобы каждый житель Иловайска мог найти себе занятие по душе, привокзальную площадь организаторы разделили на условные игровые площадки. Например, пока на одной из них дети участвовали в конкурсе на меткость, взрослые по соседству демонстрировали свою силушку богатырскую. Субтитры создавал DimaTorzok Самые активные участники народного гуляния были поощрены призами от международной волонтерской группы «Москва-Донбасс». Кульминацией праздника стало сожжение масленицы. Довольно симпатичное чучело за считанные минуты превратилось в пепелище, после чего, по народному поверью, да, собственно, и по календарю тоже пришла весна.